Здравствуйте! На канале НТС Новости в студии Елена Кобзева и Джилл Душисаков. И вначале коротко о главном. В стране вовсю орудуют члены организованных преступных группировок. Вымогают, грабят и поджигают осуды, применяют к ним амнистию и выпускают на волю. Подмена отныне невозможна. Тот, кто сдаёт экзамены, должен получить права. А в ГРС теперь проводят биометрическую идентификацию в момент прохождения теста на ПДД. Житейских проблем меньше не становится и решать их не торопятся. Аварии на дорогах, строительство новых трасс, доступ к питьевой воде. Парламент обсуждал разное. Криминал со школьной скамьи. 7 из 10 учеников признаются, что подверглись рэкету со стороны старшеклассников. НПО провели анонимное анкетирование в Орской области. 52 человека сгорели заживо в автобусе в Казахстане. Трагедия произошла сегодня в пол 11 утра в Октюбинской области. Автобус марки «Икарус» загорелся прямо на ходу, следуя по дороге Самара-Шимкент в 10 километрах от посёлка Колыбай. Всего, по данным МЧС Казахстана, в салоне находилось 55 пассажиров. По предварительным данным, все они граждане Узбекистана, двое водителей – казахстанцы. Лишь пятерым удалось выбраться из горячего автобуса. Трое – жители Южно-Казахстанской области и двое – граждан Узбекистана. Все они доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Остальным 52 пассажирам спастись не удалось. По предварительной версии, в автобусе замкнула проводка. На месте катастрофы развернут оперативный штаб. Открытая горячая линия по предоставлению психологической помощи. На месте работают полицейские, спасатели и медики. Президенту Узбекистана Шавкату Мердзиёеву и всему узбекскому народу уже стали поступать соболезнования из разных стран. Слова поддержки и скорби выражают первые лица государств. В том числе и наш президент уже направил такое послание своему коллеге. В нем говорится, что весь народ Кыргызстана выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан соседней республики при пожаре в автобусе в Актюбинской области Республики Казахстан. От имени всех кыргызстанцев Соран Байджинбеков выразил искреннее сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. И снова появилась информация о громких разбойных нападениях. Накануне МВД сообщило о том, что в городе Ош грабители похитили из частного дома 15 миллионов сомов. Нападение произошло в микрорайоне Актюбинск еще 29 декабря. Неизвестные вторглись в дом предпринимателя и, угрожая оружием, потребовали деньги. Обоих супругов связали и силой заставили рассказать, где хранятся денежные средства. Кроме супруга в доме также находилось двое маленьких детей. Узнав, где находится сейф, преступники вынесли его вместе с хранившимися там деньгами и документами. Кроме этого, злоумышленники угнали и машину хозяина дома. На ней они скрылись с места преступления. Немного погодя, милиция нашла угнанную «Хондо Фит», брошенный на улице Маминова. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». И на раскрытии этого преступления брошены все силы. В ходе оперативно-розыскных работ оперативникам удалось установить личности всех нападавших. И накануне трое подозреваемых были задержаны. При обыске места, где они проживали, нужно установить личности всех нападавших. И накануне трое подозреваемых были задержаны. При обыске места, где они проживали, милиционеры обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств деньги в сумме 4 миллионов 700 тысяч сомов. И еще четверых парней также задержали за «Разбой» в Джалалабаде. Они подозреваются в совершении вооруженного нападения и кражи. 13 января молодые люди в масках и с пистолетами проникли в частный дом. В это время там находилась 47-летняя хозяйка. Преступники связали ее и потребовали отдать им деньги и все ценные вещи. Кроме женщины, в доме также находилась невестка с детьми. Хозяйка отдала преступникам все, что они потребовали, в том числе и золотые украшения. После того, те ушли. По данному факту, также было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники Джалалабадского управления внутренних дел поймали четверых подозреваемых, которые на допросе признали свою вину. Отсидеть 18 лет за полтора года, при этом выйти на свободу совершенно легально, с позволения, пожалуй, самого гуманного суда в мире. Так быстро отбыть наказание удалось члену организованной преступной группировки Чингизу Джумагулову. Также известному по прозвищу «Дю». Накануне его освободили условно-досрочно. Такое решение вынес Ленинский районный суд Бишкека. Напомню, криминальный авторитет был осужден на 18 лет за попытку убийства и организацию преступного сообщества. Однако позже высшие судебные инстанции сократили ему срок сначала до 13 лет и после до 7. А в итоге применили в отношении Джумагула амнистию. Таким образом, за решеткой он пребывал меньше, чем два года. Парламентарии говорят, в Кыргызстане пора менять подход к уголовной ответственности. Законы есть, но на деле они не работают. Освобождение известного в криминальных кругах Чингиза Джумагула стало полной неожиданностью для многих, кто связан с борьбой с организованной преступностью. Получивший срок в 18 лет, на волю он вышел менее чем через два года. В ГСИН говорят, что причиной освобождения стало решение суда, который применил ГДО, так его называют в преступном мире, амнистию, и освободил его условно-досрочно. Он был задержан еще в 16-м году, тогда районный суд ему определил наказание, 18 лет лишения свободы строгого режима дали. Затем, через какое-то время, апелляция была в городском суде, городской суд пересмотрел и изменил меру прессии. Срок наказания ему дали 13 лет, а в декабре 17-го года Верховный суд еще раз пересмотрел, и ему остались 7 лет. Поскольку к нему была применена амнистия 16-го года, плюс было учтено на время нахождения в следственном изоляторе, когда там идет день за два, вот получилось так, что к началу января, он половину срока уже отбыл, в связи с этим его адвокаты вышли с ходатайством предоставлением условно-досрочно освобождения, наши сотрудники подготовили, и 16-го января районный суд применил к нему условно-досрочно освобождение, 17-го он вышел на свободу. В парламенте говорят, нужно менять законодательство в части отношения государства к членам ОПГ. На сегодняшний день правоохранительные органы не могут получить право на оперативную разработку того или иного преступника. Законы, регулирующие эту норму, не позволяют милиции даже поставить членов криминальных сообществ на учет. Пару лет назад ситуация дошла до курьеза. В базах данных МВД членам ОПГ официально числился только один человек. Бывший министр внутренних дел Зарылбек Расалеев уверен, законодательство нужно срочно менять. До 2015 года на учете как члены ОПГ были практически все преступники. Потом закон изменили, и для того, чтобы признать кого-то членом ОПГ, стало требоваться решение суда. Это очень осложнило работу милиции. Я считаю, нужно вернуться к старым нормам. Кроме того, нужно волевое решение всех тех, кто сегодня борется с преступностью. Без этого криминал не победить. Эксперты говорят, сводки последнего года указывают на то, что необходимо ужесточить уголовную ответственность. Криминальные элементы все чаще стали переходить к открытым действиям. Показательный пример, по мнению правоохранителей, ситуация с сожжением на Иссыкуле кафе «Осьминог». Арендатор заведения, по его словам, отказался платить дань членам ОПГ, за что и поплатился. Сегодня Асхат Асанкадыр уже сожалеет, что решил обратиться за помощью правоохранителям. Они сначала пришли и попросили 500 долларов. Сказали, что будут крышевать. Я написал заявление. Пошло дело. Их задержали с 500 долларов. Улики, вещественные доказательства, все ушло в суд. Но потом эти деньги потеряли. Ни в суде, ни в прокуратуре, ни в ГСУ. Их нет. Оказавшись в таком положении, что правоохранители потеряли эти 500 долларов, думаю, было бы лучше их отдать членам ОПГ в самом начале. Кстати, суд подозреваемых тогда отпустил. В этой связи пострадавший Асхат Асанкадыр был взят под государственную охрану. Ему продолжают звонить за секреченных номеров и угрожать расправой. Сейчас тех, на кого указал владелец кафе «Осьминог», задержали повторно. У них нашли наркотики и патроны. Пока это и является основанием для их взятия под стражу. Инцидент с кафе все еще проверяется. Парламентарии говорят, если суды не прекратят практику освобождения опасных преступников, надеяться на приток инвесторов в страну не стоит. Государство кормит, налоги платит, это бизнес. Поэтому государство в любом случае должен защитить своих граждан и своих бизнесменов. Это не должно даже обсуждаться. Ну, законы у нас есть. Закон очень хороший есть. Но он в данный момент просто не работает. Чтобы и министр внутренних дел, и генеральная прокуратура над этим должны работать. Я думаю, государство должен, как в Грузии надо сделать. В Грузии на этом отношении очень жестко поработали. Сейчас там криминалитет нету, и криминала как такого нету. Люди даже двери не закрывают. Я, правда, об этом точно не знаю, но, по крайней мере, в интернете так пишут. Поэтому государство должен защитить своих граждан, а детям должны работать. Кыргызстану нужны срочные реформы в судебной правоохранительной системе, считают эксперты. Дальше так продолжаться не должно. Если не предпринять кардинальные меры, криминогенная обстановка в стране может сильно ухудшиться. Игорь Потанин, Алтембек Канабекулу, НТС. Сделать покупку квартиры еще более реальной для каждой кыргызстанской семьи, поручил глава государства Суренбай Джеймбеков. Сегодня он принял министра финансов Адалбека Касымалиева и председателя госипотечной компании Бактыбека Шамкеева. В ходе встречи ее участники обсудили реализацию программы «Доступное жилье» на период с 2015 по 2020 годы. Прежде всего помочь обзавестись своим домом государство должно бюджетникам, медикам, учителям, сотрудникам правоохранительных органов, а также работникам социальных служб и сферы культуры, подчеркнул Суренбай Джеймбеков. Несмотря на то, что сегодня эта категория граждан может взять ипотеку под 8-10% годовых, такая ставка остается для них неподъемной. Министр финансов президент поручил обеспечить бесперебойное финансирование этой программы, а главе госипотечной компании сделать кредитование более дешевым по ставке в 6% годовых. По словам Шамкеева, сегодня по более низким ставкам прокредитовано 345 заявок от тех граждан, которые стали жертвами стихийных бедствий в Узгенском и Чумалайском районах Оржской области в прошлом году. Что касается работников в небюджетной сфере, они могут получить займ на приобретение жилья пока только по 12-14% годовых. Доступ к чистой питьевой воде, задержки по финансированию строительства школ и ответственность отечественных авиакомпаний. Сегодня депутаты в рамках раздела «Разное» как всегда поднимали разные проблемные вопросы. И на этот раз депутаты призвали правительство ускорить реализацию программы по дорожной безопасности в стране. Кроме того, выяснилось, что скандал вокруг бракованных свидетельств о рождении имеет продолжение. По словам депутатов, мало того, что семьи по вине ГРС и так пострадали, не смогли выехать с детьми за рубеж, так теперь, чтобы небаррикодные документы заменить на нормальные, служба требует с них оплату. Подробности далее. Под забытый скандал вокруг партии бракованных свидетельств о рождении сегодня напомнила Джилдис Мусабекова. И не только напомнила, а сообщила новые подробности. Вы все знаете, что в 2012 году ГРС выдал около 40 тысяч свидетельств о рождении, но в документах была грубейшая ошибка. Микрошрифтом там указали свидетельство о браке. Вина ГРС была доказана, но кто понес ответственность. А тут еще выясняется, что служба для замены бракованных свидетельств требует с родителей по 120 сомов. Это как понимать. Я прошу представителя правительства донести до руководства и разобраться в этом вопросе. Представителю правительства Ашербеку Темирбаеву сегодня, как впрочем и всегда, по четвергам было адресовано почти каждое выступление. Айнуру Алтыбаева призвала Кабмин ускорить реализацию проекта по обеспечению дорожной безопасности. Особенно на трассе Бишкек-Ош. Смотрите, статистика. 68% это на дороге Бишкек-Ош. Ну, мы когда... Ну, на эту дорогу надо запичкать просто видеокамерами. Потому что это, вы знаете, когда камера, это понятно. Это прямо и косвенно влияет на водителя. На его действия за рулем. Поэтому я думаю, что вот такие вот приоритеты сейчас должны стоять. Я предлагаю уже использовать те рекомендации, которые выдал ООН. Разработка есть. И надо сказать, что там основное делается упор на использование технических средств для автоматизированной регистрации нарушений правил дорожного движения. Саппартиец Алтыбаевы Марат Аманкулов затронул вопросы к компенсации после сноса жилья граждан, если их дома помешали строительству дорог. В Бишкеке, по его словам, эта проблема остается нерешенной. И граждане жалуются. Вот у меня такой вопрос, по какому механизму сейчас проводится оценка. На основании каких формул. Насколько они справедливы и прозрачны. И кроме того, у меня такой еще есть вопрос, существует ли компенсационный фонд у государства. Для того, чтобы домовладельцы, где договоренность достигнут, могли незамедлительно получать свою компенсацию денежную. Потому что были случаи, когда государство приобретало жилье, но выплаты тянулись годами. Проблем, судя по высказываниям депутатов, по всей стране накопилось много. И очень часто, как говорят парламентарии, их озвучивают в этих стенах, но решений пока нет. Как, например, в вопросе об ответственности отечественных авиакомпаний по обеспечению условий для пассажиров, если их авиарейсы надолго откладываются по погодным условиям. Депутаты напомнили позавчерашний случай, когда из-за тумана в Орском аэропорту пассажиры всю ночь ждали своего вылета, сидя чуть ли не на полу. При этом авиакомпания не удосужилась предоставить им даже горячего питания. Один из парламентариев напомнил и про случай завоза зараженной радиацией машин из Японии. После катастрофы в атомной станции. По его словам, было выявлено около 200 таких авто. Если норма составляет 19 микрореген в час, то в этих машинах показатель превышал норму в 500 раз. Куда делись эти машины? И понес ли кто-то из перевозчиков ответственность? Депутат потребовал сообщить все подробности. Маланс Ачгитов, Нурбек Капаров, НТС. Если одни обходятся синяками, другие решают покончить жизнь самоубийством. Такие условия для многих учеников школ республики создает школьный криминалитет. Рэкет явление старое, но себя не изжившее. Опрос, проведенный активистами НПО в ряде школ Ожской области, показал, что семеро из десяти учащихся подверглись вмогательству со стороны старшеклассников. Под угрозой физической расправы им приходилось отдавать аркетирам деньги, телефоны и другие ценные вещи. Перемены между уроками или время после окончания занятий для многих ребят оказывалось испытанием. Милиция и соцработники проводят профилактическую работу среди школьников. Однако немногие смеливаются рассказать и тем более указать на аркетира. 20 ребят по области. Эти малолетние преступники уже довели до суицида. Притесняли ли? Требовали ли? На такие вопросы отвечали около тысячи школьников в рамках специального исследования, организованного неправительственной организацией. 700 из ребят признались, что подвергались школьному рекету. Опрос провели среди учащихся Араванского, Наукатского и Карасуйского районов Ожской области. Рассказать о подобных угнетениях детям предложили, разумеется, на условиях анонимности. Только по этой причине ребята признались в преследованиях со стороны старшеклассников. Об угрозах и вымогательствах они не говорили ни учителям, ни родителям. Школьник одной из Ожских школ согласился рассказать о том, с какими видами рекета приходится сталкиваться более слабым. По его словам, чаще всего старшеклассники требуют у младшеклассников деньги на сигареты и спиртные напитки, а также отбирают телефоны. Школьный рекет как был, так и остался. Старшеклассники требуют у младших деньги. Но мальчики на это никому не жалуются. Кто-то боится, кто-то стыдится. Не рассказывают ни учителям, ни родителям. Потому что если расскажут, над ними будет смеяться вся школа. Будут называть их девчонками. Их запугивают. Говорят, что побьют, если они расскажут родителям. Некоторым приходится воровать у родителей деньги. По данным НПО, школьный рекет широко распространен в сельских школах. Милиции области говорят, что в прошлом году было зарегистрировано 20 фактов суицида с участием детей школьного возраста. Выяснилось, что в большинстве случаев ребята пошли на этот шаг из-за притеснений, систематической, физической расправы и вымогательства со стороны старших учеников. В области было зарегистрировано 110 преступных фактов, совершенных детьми школьного возраста. По сравнению с предыдущим годом, это на 11 случаев больше. Цифра по таким преступлениям выросла еще и потому, что правоохранительные органы стали активнее выявлять такие преступления. И раскрываемость по ним высокая. К сожалению, было зарегистрировано 20 случаев суицида с участием детей в возрасте с 9 до 16 лет. Это на 4 случая меньше, чем в прошлом году. Многие из этих детей из неблагополучных семей. Ежегодно милиция проводит рейд под названием «Школьный рэкет». В прошлом году в отношении четырех учащихся, которые требовали деньги с более младших ребят, было возбуждено уголовное дело. 12 детей были поставлены на профилактический контроль. Лидерские качества, лидерские позиции, у них ложное представление о лидерстве. Они считают, что можно быть лидером, будучи победителем в драках, будучи чисто физически сильной личностью. На самом деле нам надо, учителям, представителям НПУ, гражданского общества, министерства образования думать о том, чтобы прививать детям правильные лидерские качества, правильные ценностные ориентиры. Например, лидерство – это когда ты являешься космонавтом, когда ты являешься врачом, да, вашим хирургом, спасающим жизни людей. Между тем, в Управлении образования города уже говорят, что за последние два года в городских школах такое явление, как школьный рэкет, пошло на спад. Добились педагоги таких результатов благодаря активной профилактической работе. По нашим наблюдениям, рэкетов в городских школах почти нет. Так, чтобы прям силой вымогали деньги. Но появилось такое понятие, как лидерство в школах. Лидеры чуть ли не правят, имеют некую власть и влияние на другими сверстниками, которые слабее их. Вот с этим мы продолжаем бороться. Как? Тесно работают соцпедагоги с родительскими комитетами, с ИДН проводим разрешительные работы среди детей и устраиваем вечера, на которые в качестве гостей и выступающих приглашаем знаменитых и уважаемых людей, чтобы показать истории успеха этих граждан. В прошлом году при финансовой поддержке международных организаций был проведен анализ по безопасности школ. И по всей республике статуса «безопасная школа» удостоились всего восемь образовательных учреждений. Это говорит о том, что в остальных школах ситуация с порядком и защищенности школьников до сих пор оставляет желать лучшего. Одна неудача – не повод сдаваться, тем более, если речь идет о здоровье ребенка. Усилия врачей по удалению врожденной катаракты обоих глаз двухлетнего Эрбула, увы, оказались затрачены впустую. Осложнения после болезни запустили обратный ход и зрение у двухлетнего ребенка вновь на грани исчезновения. Изменить ситуацию может лишь операция на специализированном оборудовании, которого в нашей стране, к сожалению, нет. Такие манипуляции вполне успешно делают за границей. Вот только стоят они недешево. Но заработок бабушки и ее сына не позволит собрать нужную сумму. По рекомендациям врачей, прооперировать Эрбула Бакетбекова необходимо до начала весны. Пока еще можно спасти ребенку, способность видеть. Его родные решили обратиться к своим соотечественникам в надежде, что им помогут в беде. Мой домик поставим, мы сейчас с тобой. Видишь, домик. О том, что у внука врожденная катаракта Бигзия Абдукеримова узнала лишь прошлым летом, когда она заметила белое пятнышко в его глазу. Хотя Эрболу уже два с половиной года, болезнь проявилась только сейчас. Помочь ребенку взялись хирурги Национального Центра охраны материнства и детства. Во всех остальных глазных клиниках города оперировать ребенка отказались. С интервалом в 15 дней катаракту обоих глаз удалили. Спустя месяц должны были поменять хрусталик. Однако на фоне воспаления гайморита в обоих глазах ребенка начались послеоперационные осложнения. Катаракта вернулась и быстро прогрессирует. Но для того, чтобы избавиться от болезни и вернуть ребенку зрение, в республике нет необходимого оборудования. Оказывается, глазная вот эта пленка должна быть абсолютно прозрачной, а у него уплотненная стала. Как мне объяснила врач, чтобы вот эту пленку, надо дырочку сделать, где эта пленка, и вот через эту дырочку они ставят вот этот хрусталик, глазный хрусталик, и после этого они ультрафиолетом что-ли обжигают. Такое оборудование есть в России или Турции. В московской клинике, с которой Бигзия Абдукеримова связалась по интернету, озвучили примерную стоимость около 6 тысяч долларов, но до осмотра врачей это только примерная сумма, предупредили ее. Тем не менее, она встала в онлайн-очередь на середину февраля. После смерти мужа вот уже 13 лет Бигзия Абдукеримова никак не может достроить дом. Вместе с двумя детьми и внуком она живет во времянке. Сын работает на СТО, дочь дома Сербола. Сама Бигзия Айджа уже 25 лет работает в библиотеке. А чтобы собрать этот денег на кратчайшие сроки, до 2 месяца, мы никак не можем, потому что у меня заработанная оплата там 9-10 тысяч сумок. Сейчас на питание, чтобы на операцию дать, тоже гемоглобин должен быть нормальный, чтобы он ребенок, тоже ему здоровый. На питание надо деньги, на всякие эти процедуры надо. С просьбой о помощи сохранить внуку зрения на прошлой неделе Бигзия Абдукеримова обратилась к президенту, премьер-министру и столичному мэру. Ответов пока не последовало. Зато ей уже помогают обычные люди. На открытый ей счет на этот момент поступило немного, чуть больше 7 тысяч сумок. Совершенно незнакомые люди. Вот, например, мне звонили, из стола созвонили, из кочку раззвонили. Они волнуются, спрашивают, как ребенок, кто 100 сумок, кто 10 сумок, кто 1000 сумок. Совершенно незнакомые люди переводят. А касаемо в нашем таком суровом мире, тоже есть такие добрые люди. Один глаз Эрбола сейчас уже не видит, вторым он смотрит только под определенным углом. Врачи обещают вернуть от 10 до 60% зрения ребенка. Для всех, кто готов оказать посильную помощь Эрболу, чтобы мальчик не погрузился в полную темноту и не стал инвалидом, прямо сейчас мы показываем на экране номера счетов, куда можно перечислить денежные средства. Это электронный кошелек Кольцом и счет Бигзии Абдукеримовой, открытые ЕФК и АСБ банки. В семье маленького Эрбола важна любая помощь. Возможно, общими усилиями удастся спасти мальчику способность видеть. На 815 каргастанцев больше смогут отправиться в хадж в этом году. Квота для граждан нашей страны была увеличена. В Духовном управлении мусульман Кыргызстана сообщили, что в общем Саудовская Аравия предоставляет 5400 мест для верующих нашей страны, желающих отправиться в Мекку. В 2017 году совершить паломничество смогли 4585 человек. В целом ДУМК рассказали, что работа по подготовке к хаджу идет. Правила въезда в Саудовскую Аравию изменились. Теперь туда пускают строго по биометрическим паспортам. Тихо идет экзамен. Не в школе и не в университете, а в департаменте регистрации водительского состава при ГРС. Именно там этот состав и пополняется после успешного решения всех вопросов теста на знание правил дорожного движения. И что важно, теперь решать задание и получать водительское удостоверение будет один и тот же человек. Следить за тем, чтобы не было подмены, будет камера. В госрегистрационной службе запустили новую систему, основанную на применении все тех же биометрических данных. Сев за компьютер, гражданину нужно ответить на 20 вопросов. Допустить можно лишь две ошибки. Будет третье, экзамен провален. Статистика экзаменаторы день от дня разница. Бывает, экзамен сдает лишь 20%, а бывает лишь 20% не сдаёт. В этом кабинете сейчас идёт экзамен. Проверяет теоретические знания желающих получить водительские права. Посторонних туда не впускает. Экзаменуемых вызывает пофамильно, а потом закрывает дверь на ключ. Только по выражению лица выходящего можно понять, провалил или сдал. Счастливы после такого теста немногие. В принципе, вопросы очень лёгкие. Самое главное, по-моему, это невнимательность. Поэтому люди не сдают так. Не знаю, для кого как. Ну, я не прошла в этот раз, потому что я невнимательная. Но в следующий раз думаю, что лучше. А как готовились вообще? Сколько времени? Ну, готовилась, наверное, дня 3-4. Это несложно. А тут сколько вопросов? Сколько времени даётся? Всего 20 вопросов. Даётся 25 минут. Из них допускаются два неправильных ответа. Результаты теста потенциальные водители узнают на месте, сдавшие удачно на один шаг ближе к получению заветного удостоверения. Мне хватило 6 минут для 20 вопросов. На все ответил правильно. Бывают сложные и лёгкие, но смотря на своё желание и кто как учится. Как тебе такой метод сдачи экзамена? Очень хорошо даже. Да, мне очень понравилось. И вот вновь на экзамен заходит следующая партия. Примерно через каждые полчаса в кабинет запускает по 35 человек. Именно столько граждан могут одновременно сдавать экзамен в городском отделе по регистрации автотранспортных средств. Кстати, вот уже как три дня там заработало новшество. Перед началом экзамена гражданин проходит биометрическую идентификацию, то есть проводится сверка на основе паспортных данных. Тот ли человек сел сдавать тест, который подал заявление на его прохождение? Вам даётся 20 вопросов и 25 минут времени. Больше двух ошибок и тест провален. Вы должны смотреть только вперёд. На компьютерах установлены веб-камеры. Соответственно, за процессом сдачи можно следить онлайн. Такая система исключает подмену. Ведь раньше бывали случаи, что отвечал на вопросы один, а получал права совершенно другой. Курсантов идентифицировать и по фотографии. То есть раньше, если их идентифицировали по ИНН, по паспорту, теперь человека, курсанта будут идентифицировать по паспорту. То есть человек сел, сразу по фотографии компьютер определяет, этот человек или нет. Если по идентификации лица не могут определить, то сразу там, естественно, выходит всё красное, что он не сдаёт экзамен. А кто-то в коридоре в ожидании, когда же вызовут. Говорят, коленки дрожат. Волнение добавляет и то, что они в числе первых сдают экзамен по электронной системе. Волнуюсь очень-очень сильно, потому что первый раз мне не удалось сдать. Сейчас я иду во второй раз, пытаюсь сдать. Обучалась к этому, так сказать, очень тщательно. Ждут результатов и близкие, и даже преподаватели автошкол. Они пришли поддержать своих подопечных. После обучения мы идём группой на экзамен. Нет, моя автошкола только одна, потому что у меня все сдали успешно, всё нормально. На дорогах должны выйти знающие правила курсанты, а не те, каким образом получили. Поэтому я за эти новшества. Поэтому я поддерживаю. Давно надо было. Столько ДТБ происходит. Поэтому надо это всё. Давно надо было. Ну и сейчас не поздно. После теории придётся сдать ещё и практику. И там для кыргызстанцев также будут новшества. Процесс вождения тоже заснимут на камеру. В госрегистре говорят, что нововведения помогут избежать коррупционных схем. О которых, конечно, все наслышаны. Вот и сегодня появилась новость. Три года назад права получил психически нездоровый человек. Поэтому факту возбудили уголовное дело. На этом наш выпуск завершён. Журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Далее вас ждёт прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»